И у меня сейчас ощущение такое, как будто я опять вернулась в те военные годы, только здесь у входа были немцы. На территории тюрьмы 83-летняя Александра Слизкая последний раз была 78 лет назад. Дядя пятилетней еврейской девочки руководил партизанским движением, долго незамеченным оставаться не мог и попал в тюрьму. Но прерывать подрывную деятельность было нельзя. По легенде, дядя стал папой Тимой и девочка начала ходить к нему на свидания. Каждый раз мама целовала, слезы текли, радовалась возвращению и говорила, Клава, я не дам ее больше. Но вот эта вот почта, по всей видимости, как говорила Клавдия Ильинична, Нина, ну ты пойми, должна ж почта работать. И партизанская почта работала без сбоев. И опушки были на рукавах меховые и воротник. Вот в эти опушки меховые мне клали записки. Один немец даже заносил девочку на свидание на руках. Так сильно скучал по своей семье. Но таких было мало. Во время другого прихода ребенка сильно ударили рукой по лицу и тяжелым сапогом. Но чем ближе подходили советские солдаты, тем плотнее наполнялась тюрьма. И 5 февраля был отдан приказ об уничтожении всех заключенных. На территории тюрьмы были обнаружены останки 1154 человек. Часть людей были казнены, а часть захоронены. Я хочу обратить внимание на то, что это количество только то, которое было обнаружено членами комиссии. А общее количество погибших мы не можем установить, поскольку существует свидетельство очевидцев, по которым часть людей, находившихся в тюрьме, вывозили в душегубках и потом уже захоронили на территории Змеевской балки. Утром 14 февраля в дом к Саше пришел сидевший с папой Тимой в тюрьме друг в окровавленном пальто. Друг посоветовал папе Тиме, давай, говорит, мы станем рядом и когда будут стрелять, то мы раньше упадем в этот котлован, чем в нас выстрелят. И таким образом мы спасемся. Но руководитель партизанского отряда, коммунист, на такое пойти не смог. По архивным данным, 370 трупов обнаружили в яме, 303 в разных частях двора, 346 среди развалин тюрьмы, среди них 122 женщины и 55 детей. Весь город ходил сюда искать родственников. В коридорах кровь чавкала, вспоминают очевидцы. Тетушка рассказывала, что стон этих расстрелянных стоял на многие-многие дворы, улицы от Кировского было далеко, слышны эти стоны и крики людей. Полгода назад начальник СИЗО Анатолий Балакшеев принял решение установить памятник. Открыли его буквально только что, в июне. Автор памятника, осужденный Андрей Кукуев, подметил при его создании самое важное. Вы уловили этот момент, что именно кирпич здесь заключенные обдирали, здесь не нужен ни гранит, ни мрамор. На этих кирпичах остались едва читаемые фамилии, нацарапанные заключенными 78 лет назад. Олеся Слынько, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.